Друзья, всем привет! Сейчас мы с вами находимся на одном из объектов, где несколько лет назад, чтобы сэкономить какую-то определенную сумму денег, заказчик сам решил сделать ремонт, то есть произвести укладку плитки в этой ванной комнате. Причем на прямоокрашенные стены. При этом он говорит, что использовал грунтовку бетон-контакт. Ну, в чем лично я сомневаюсь. Плиточный клей, какого производителя он здесь использовал, он точно уже и не помнит, но суть дела это вовсе никак не меняет, так как я думаю, что ни один плиточный клей не стал бы нормально держаться на окрашенной поверхности масляной краской советских времен. Что здесь сейчас, собственно говоря, и происходит. Плитка сыпется со стен буквально как домино. Причем вся она держится сейчас только в основном, ну, если ее так можно назвать, затирке в швах, благодаря которой плитки просто упираясь, поддерживают друг друга на весу и не более того. Думаю, это видео для многих послужит примером. Не надо выкладывать плитку, да и вообще как не следует делать ремонт своей ванной. Распрашивая свой бюджет, время, да и нервы по пусту. Хоть этот ролик довольно-таки и короткий, и все в нем понятно и вкратце уже изложено, я решил для полноты, так скажем, восприятия, в качестве сравнения, провести очередной, так скажем, эксперимент. Наклеив плитку на окрасную стену без предварительного нанесения грунтовки бетон-контакт. И вариант номер два, это с ее применением. Этот эксперимент я буду проводить вот на этом балконе, на окрашенной масляной краской стене. Тут, кстати, тоже предстоит вскоре делать ремонт, но это будет еще не скоро, а только лишь весной. Для честности проводимого эксперимента, в этом тесте я буду использовать все тот же недорогой плиточный клей от старателей, который я использовал и в предыдущих двух своих опытах, на разных поверхностях, в которых я уже оговаривал, в каких пропорциях приготовляется плиточный клей для укладки плитки, какими способами и как плиточный клей может наноситься, и какой плиточный клей этого производителя с различными характеристиками для проведения тех или иных работ у него в ассортименте существует. Как приготовляется и наносится плиточный клей, я повторяться в этом ролике не буду, так как об этом я уже много говорил и в предыдущих видео на подобные темы. Тем более все пропорции и так во всех подробностях, как приготовить плиточный клей, указаны на задней стороне мешка того или иного клея, который имеется в ассортименте этого производителя. Ассортимент не маленький, но работа мне доводилась только двумя плиточными клеями этого производителя. Это клеем плюс и стандарт. И сразу хотел бы сказать, что за свою цену клея эти довольно-таки неплохие, эластичные, легко наносятся, и работать с ними довольно-таки комфортно. А именно в этом эксперименте будет участвовать все тот же плиточный клей этого производителя, который участвовал, в общем-то, и в двух предыдущих экспериментах. Это плиточный клей плюс. Его можно назвать универсальным, так как он подходит как для внутренних работ в помещениях с любой влажностью, так и для наружных, и для укладки любых плиток, и даже подходит для системы теплой полки. Итак, предварительно обработав определенный участок стен грунтовкой, после ее высыхания, а это примерно произойдет как минимум только через сутки. Затем можно наклеивать плитку, либо производить штукатурные работы. Но для начала я вкратце хотел бы пояснить, для тех, кто не знает, и вам, возможно, в будущем придется работать с такой грунтовкой, что перед началом ее использования ее обязательно нужно хорошенько размешать, так как фракции кварцевого песка, которые находятся в грунтовке, всегда оседают на дне. И нужно обязательно добиться при размешивании однородной консистенции. Ну и затем сразу же начинать наносить грунтовку на поверхность. А после высыхания такая поверхность на ощупь будет напоминать чем-то наждачную бумагу. Либо, другими словами выражаясь, эта грунтовка образует шероховатую поверхность для наилучшего сцепления наносимых материалов на плотные и слабо впитывающие влагу поверхности. Вот определенное время спустя мы с вами, друзья, это и проверим. Причем производители таких грунтовок заверяют, что можно ее наносить даже на старую, как бы это удивительно не звучало, керамическую плитку. Ну и понятное дело, только в том случае, если она намертво держится на поверхности. А потом произвести поверх старой укладку новой керамической плитки. Чего я сейчас, как видите, тоже уже проделал. И осталось лишь спустя какое-то время теперь проверить, насколько надежно приклеенная плитка будет держаться на такой поверхности. Этот эксперимент, в отличие от предыдущего, который длился что-то около одной недели, будет не столь скоротечным, так как многие из вас в комментариях под тем видеороликом, как я помню, писали, что нужно было дать времени плитке высохнуть подольше, чтобы раствор, то есть плиточный клей, мог окрепнуть и набрать свою прочность под плиткой по максимуму. Так как кто из вас смотрел то видео, помнит, что тот эксперимент был не совсем удачным. Так что, друзья, вернемся мы с вами сюда на сей раз, только через несколько месяцев. Итак, друзья, прошло уже более трех месяцев, и мы вновь вернулись сюда. И на улице, как видите, уже царит настоящая зима. Плитке на сей раз было отпущено довольно-таки длительное время, чтобы плиточный клей под плиткой набрал всю свою максимальную прочность. И сейчас мы с вами и проверим, насколько же надежно может держаться керамическая плитка, приклеенная к подобным поверхностям. Молотком я по зубилу на сей раз лупить не буду, как я это делал в прошлых экспериментах, так как чую, отвалится все это и без этого. Просто с использованием зубила, так как к качественному приклеиванию плитки к таким поверхностям я, честно говоря, отношусь скептически. Как помните, эта плитка приклеивалась просто на окрашенную поверхность, а это с предварительным нанесением на поверхность грунтовки бетонный контакт. Итак, приступим. Ну, в общем-то, честно говоря, большего я и не ожидал от первого способа. Как видите, краска осталась на месте, а вот плитка с клеем нет. Теперь давайте проверим второй способ. Ну, тут уже явно чуть получше. Как видели, пришлось, по крайней мере, нанести несколько ударов. Но держится тоже не совсем very good. Ну, и теперь у нас осталось лишь проверить третий вариант укладки плитки на керамику с предварительно нанесенной, как помните, грунтовкой бетонный контакт на поверхность. Как ни удивительно, именно на этой поверхности, как видели, пришлось усилий приложить уже чуть побольше. И, конечно же, в этом эксперименте победил именно этот, то есть последний вариант. Но помните, друзья, что это был всего лишь эксперимент, а не обязательный призыв клеить плитку на подобные поверхности именно таким способом. Я бы вам вообще не рекомендовал этого никогда делать. Лучше не заниматься подобной фигней, не лениться и отбить старую плитку, либо удалить старую краску и только затем производить укладку плитки в своих ваннах, туалетах, кухнях и тому подобное. Ну, и, конечно же, в работе используют только качественный плиточный клей. Перечислять я их сейчас все не буду. Кому нужно, найдете всю эту информацию на форумах и тому подобное. Но еще раз повторю, что среди недорогих и бюджетных вариантов это, к примеру, плиточный клей от Старателей. В общем, имейте в виду. На этом можно сказать, что у меня на сегодня все. Мне остается с вами всего лишь попрощаться и, как всегда, по традиции и напоследок пожелать вам только качественного ремонта в ваших жилищах. Для кого информация из этого видео была полезной, ставьте лайки, друзья. Ну, а для кого нет, тоже особо не стесняйтесь и смело ставьте пальцы вверх и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить интересное и познавательное видео. Также вступайте в мою группу ВКонтакте. Ссылочка на группу будет размещена под этим видеороликом в описании. В общем, обращайтесь. Всего вам доброго и до новых встреч на моем канале, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok